В швейцарском Бюргенштоке работает мой коллега Олег Борисов. Олег, приветствую и передаю слово. Карельна, приветствую, рад приветствовать и всех наших зрителей. Стартовал, стартовал такой долгожданный глобальный саммит мира. Долгожданный, потому что до конца, до последних минут начала саммита точное количество присутствующих стран не было известно. Сейчас, по словам президента Зеленского, 101 представительства и представители стран и представители организаций здесь присутствуют. Хочу начать с того, это меры безопасности. Они здесь на наивысшем уровне. Сейчас также вы сможете увидеть кадры прибытия президента Зеленского на данный саммит в Бюргеншток. И что немаловажно, здесь проходит этот глобальный саммит мира и здесь уже мы слышим заявление. Сразу отмечу, второй день этого саммита будет завтра. И завтра уже ожидаем и подписания общего документа, и также ожидаем финальные пресс-конференции и финальное общение по результатам, так сказать, глобального саммита мира, а именно первого саммита мира. И хотел бы начать с того, что начался глобальный саммит мира, с того, что и президент Украины Владимир Зеленский, и президент Швейцарии Виола Амхерте выступили с общими заявлениями. Знаете, их statements, их так называют здесь, как общее заявление без общения с журналистами, но они были очень важными, в свою очередь, и президент Зеленский публично в очередной раз при всех представителях стран, которые тут присутствуют в глобальном формате, озвучил важные месседжи, конечно же, и в адрес российской агрессии. Услышим. Сегодня день нашего общего успеха. Мы все вместе предоставили шанс дипломатии. Украина никогда не хотела этой войны. Преступная и совершенно не спровоцированная агрессия России и единственный, кто ее желал, это Путин. В любом случае мир сильнее. Потому родилась формула мира. Формула единения мирового большинства ради мира. Ради полной действенности целей и принципов устава ООН, международного права, а следовательно и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира. И перед тем, как мы послушаем следующее заявление президента Швейцарии Виолы Амхерт, я хочу напомнить нашим зрителям, что Швейцария является нейтральной страной. И она занимает нейтральную позицию. И с учетом того, что Швейцария нейтральная страна, стоит услышать заявление президента госпожи Амхерт, она напрямую, исходя на источники, на доказательства, сказала, что происходит мировому сообществу. И я хочу сказать, что каждое слово, которое озвучивает госпожа Амхерт, Амхерт, оно очень сильно влияет на те страны, которые, знаете, до конца еще сомневаются в агрессии Российской Федерации, в том, что Путин диктатор, и что именно он источник всего зла, которое сейчас происходит в Европе. Услышим прямую речь. В Харте ООН составляет основу порядка, которая опирается на правила. А российская агрессия ее серьезно нарушила. Жители охваченных войной регионов страдают уже более двух с половиной лет. Иллюзия уважения международного права вредит не только вам, но и в длительной перспективе всем. Если мы хотим направить процесс в мирное русло, то для этого нужно будет когда-то привлечь и Россию. Как международное сообщество мы можем внести свою лепту к подготовку пространства для мирных переговоров между сторонами. И также здесь присутствует глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он также вышел буквально на несколько минут пообщаться с журналистами, поделиться важными тезисами. И что немаловажно, очень много вопросов, особенно от иностранных журналистов, почему все-таки не пригласили сюда Российскую Федерацию. Господин Ермак очень четко ответил и, кстати, сказал о том, что, возможно, все нынешние утвержденные пункты, которые здесь будут озвучены уже завтра на глобальном саммите мира, на втором дне, возможно, их передадут российской стороне к подготовке к второму саммиту мира. Услышим прямую речь. При президенте Зеленском Минских соглашений в том виде, в каком они были, Будапешта, не давшего нам никаких гарантий, дальше не будет. Абсолютно четкая позиция, общий план всех стран, цивилизованных, ответственных государств, уважающих нашу независимость и территориальную целостность, суверенитет. Согласованный план этими странами может быть после этого передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать. Ну, а тем временем глобальный саммит мира продолжается, продолжаются дискуссии. Большинство из них за закрытыми дверьми, так сказать, в высоких кабинетах. Но мы опять же находимся здесь, внутри, в медиарумах и постоянно мониторим за каждым заявлением каждого международного партнера. Также напомню, что и Камала Харрис уже здесь, она также прибыла, уже были встречи и с президентом Зеленским в том числе. Завтра очень важный день, воскресенье, где будут финальные заявления. Ну и сегодня, конечно же, ожидаем и пресс-конференцию, в том числе заявления и Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины. Обо всем этом, конечно же, мы в эфире «Фридом» расскажем. Каролина вам передает слово. Олег, благодарю за включение. Будем ждать последующих включений в эфир «Фридом» с хорошими новостями, ну и с таким же красивым видом за спиной. Напомню зрителям, это был наш корреспондент Олег Борисов с полей саммита мира в Швейцарии.